В эфире служба новостей Саров-24 в студии Константин Перевозчиков. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Готовы служить отечеству. В Сарове проходит осенняя призывная кампания. Добыть информацию любой ценой. 5 ноября свой профессиональный праздник отметили военные разведчики. Семейные старты в 2019. Саровские семьи поборолись за звание самой спортивной семьи. Далее расскажем обо всем подробно. Второй месяц по всей стране идет осенний призыв в армию. В это время юноша, состоящая на воинском учете, проходит медицинское обследование на определение степени годности к военной службе. По результатам осмотров призывная комиссия выносит кандидату решение о возможности службы в армии. Этой осенью ряды вооруженных сил нашей страны пополнят порядка 40 саровчан. Из 200 призывников, рассмотренных на комиссиях в Сарове, в рамках осенней кампании, лишь 15 признали годными к военной службе. Совсем скоро они пополнят ряды вооруженных сил нашей страны. До конца призывной кампании рассмотрят еще порядка 300 человек. Всего наденут военную форму и встанут в строю около 40 саровчан от 18 до 26 лет. Сложность этого призыва у нас заключается в том, что количество у нас есть, а качества у нас нет. Почему? Потому что у нас очень много ребятишек, порядка 7 человек отобраны в научные роты. Два человека у нас идут служить в спортивную роту. Сначала осенней призывной кампании прошло почти полтора месяца. За это время в военном комиссариате нашего города состоялось пять комиссий. По словам военкома, уклонистов становится все меньше. Они приходят и говорят, давайте. Почему? Потому что если он переходит за 27 лет, ему выдаются справка, не служил незаконно на тех основаниях. И все. А это определенное ограничение выезда за границу в течение пяти лет, потом все муниципальные должности и прочее, прочее, прочее. Вячеслав Выломов готов к военной службе. Суровые армейские будни его не пугают. С восьми лет он занимается рукопашным боем и научился соблюдать режим. Я, Выломов Вячеслав Александрович, на комиссию прибыл. Пока у Вячеслава Выломова, как, впрочем, и у других ребят, ждущих своей очереди за дверью, нет армейской выправки. Скоро он устранит этот недостаток. Юноша мечтает стать военнослужащим. За год срочной службы он намерен изучить необходимые воинские дисциплины и поступить в военный вуз. Чувствую, что мое. Хочется непосредственно отслужить. Да, построить свою военную карьеру. Члены призывной комиссии рассматривают личные дела кандидатов и принимают решения о степени годности человека к военной службе или смещении сроков призыва. Совсем мало тех, кому отказали в призыве на военную службу по состоянию здоровья. Физическое состояние наших ребят, тех, которых мы призываем в армии, хорошее. И есть, что положительнее хочу сказать, есть желание у ребят это служить. Сами приходят и говорят, мы хотим там-то, там-то служить. Большинство ребят воспользовалось правом осрочки от призыва в армию в связи с получением высшего или среднепрофессионального образования. Разведчик – одна из самых старых профессий, которая с годами не теряет своей актуальности. Методы и способы разведки совершенствуются, а добытая военной информацией по-прежнему имеет огромное государственное значение. День военного разведчика отмечается в России 5 ноября. Традиционно в этот день проводятся встречи военнослужащих-ветеранов. Алексей Кичкасов служил в разведке с 1998 по 2000 год. В декабре 1999 года во время штурма Грозного командир взвода спас и вывел из огня боевиков разведотряд 506-го мотострелкового полка. Мужчина удостоился звания Героя России и получил Орден Мужества. За время службы под его командованием бойцы провели десятки операций, каждая из которых сплотила военнослужащих и оставила неизгладимый след в их памяти. Человек психологически очень устает, видит постоянно какие-то смерти, ранения, лишения. Человеку становится все равно, что с ним произойдет. Или наоборот появляется чувство бесстрашия. Я жив, все такое, со мной ничего не случится. Человек начинает необдуманно рисковать. И задача как бы, ну как командира, как мне кажется, вот этой немножечко остановиться. Сказать стоп, не надо делать то, что не надо делать. 5 ноября те, чья судьба связана с военной разведкой, отмечают профессиональный праздник. В этом году в Темникове собрались офицеры внешней разведки, ФСБ, ГРУ и ветераны специальных подразделений из Москвы, Краснодарского края, Дагестана, Кирова, Перми, Нижнего Новгорода, Сарова, Самарской области, Пензы и Мордовии. На счету командира разведгруппы 29-го отряда спецназа Александра Зашихина 18 командировок на Северный Кавказ. Орден мужества и множество наград за боевые заслуги. Мужчины считают, что несмотря на технический прогресс, только военный разведчик сможет получить достоверную информацию в боевых условиях. Техника, техника, она может выйти из строя. Сейчас разная усовершенствованная техника есть по борьбе с радиоразведкой. Значит, можно заглушить, можно сбить что-то. Поэтому достоверную информацию невозможно узнать с помощью техники. Все равно нужны люди. Человек должен быть хладнокровный, уверенный в себе, в своих товарищах. Выносливым, сильным. Военнослужащие посетили Темниковский историко-краеведческий музей имени Ушакова, возложили цветы к месту захоронения разведчика Михаила Михайловича Кицаева и почтили память погибших коллег в Рождество Богородичном Саноксарском мужском монастыре. Саров занял пятую строчку в рейтинге «Комфортный для проживания городов». Министерство строительства и ЖКХ России обнародовало индекс качества городской среды. В категории средних городов Саров набрал 211 баллов и поделил место с Гатчиной из Ленинградской области. Рейтинг формировался по шести категориям. Жилье и прилегающие территории, улично-дорожная сеть, озелененные пространства, общественно-деловая инфраструктура, общеградские пространства, социально-досуговая инфраструктура. Полученные значения будут учитываться при определении размера финансирования регионов. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Со следующего года родители детей, которые посещают муниципальные образовательные организации с наличием интерната, будут платить 1585 рублей в месяц за одного воспитанника. Новый тариф зафиксирован в постановлении городской администрации. Документ опубликован на официальном сайте городской управы. Для справки, стоимость услуг таких учреждений пересматривают ежегодно. Сейчас присмотр и уход за детьми обходится родителям в 1524 рубля. 11 ноября в Нижегородской области стартует очередной этап антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью». Рассказать о том, где располагаются притоны и собираются наркоманы, можно будет по телефону доверия полиции 8 831 268 2332 или по номеру прокуратуры 756 36. Кроме того, опустить сообщение с известной вам информацией можно в специальный ящик. Всего в городе их семь. У проходных первой и третьего завода, 21-й площадки и 87-го здания, а также в вестибюлях Первый детский поликлиник и торгового центра Плаза. Подведены первые итоги фестиваля «Золотая маска-2019». Дирекция фестиваля оценила 722 спектакля из 215 городов России. Решением жюри в лонг-лист премии включена Алиса Саровского драматического театра, единственный из спектакля Нижегородской области. По мнению организаторов премии, постановка режиссера Галины Зальцмана стала одним из наиболее заметных спектаклей сезона. Стартовал конкурс рисунков «Память поколений». Он проходит в рамках проекта «75 лет победы. Память и слава». В этом году идею воспитанников Дворца детского творчества сделать детские рисунки частью празднования Великой Победы поддержали на муниципальном уровне. Ребята представили проект на конкурсе «Мой город. Моя инициатива» на молодежном форуме и вошли в число победителей. Им вручили сертификат на получение гранта. О том, как будет развиваться проект, расскажем в следующем репортаже. На молодежном форуме в «Березке» время выбрало нас. Отряд союза детских организаций «Сияющие звезды» и союз старшеклассников «Статус» с проектом «75 лет победы. Память и слава» выиграли грант на сумму 20 тысяч рублей. Идея создать этот проект ребятам пришла еще в прошлом году. Там зародился этот проект из нескольких этапов. И эти этапы – это видеоролики со стихами и прозой о войне, это конкурс рисунков, бессмертный полк в интернете и еще некоторые этапы, также посвященные теме Великой Отечественной войне. В планах у ребят устроить флэш-мобы на больших площадках города, в торговых центрах, возле фонтанов, на площадях и других общественных местах. Школьники будут читать стихи, исполнять военные песни и раздавать георгиевские ленточки. Мы надеемся привлечь к этому проекту очень большое количество как учащихся, так и студентов. И, возможно, взрослых людей, кому это вообще интересно все. Интересно что? Поддерживать историю, хранить память о событиях Великой Отечественной войны. Потому что исполнение даже песен на войне, исполнение стихов, прозы военной – это тоже возвращение в прошлое и сохранение той самой памяти, ради которой все делается. Также в рамках проекта «75 лет победы» памяти Славы стартовал прием работ на конкурс рисунков память поколений. Он проводится в трех возрастных группах – первые и третьи классы, четвертые и седьмые и восьмые и одиннадцатые. Принимаются работы формата А3, А4, А5, в том числе графические. Победители конкурсных работ будут представлены в виде открыток, которые будут подарены ветеранам. Также будут напечатаны календари, которые подарим как и победителям, так и ветеранам. Также в этом году нам разрешили разместить работы на автобусных остановках и на больших городских баннерах в Сарове. Рисунки нужно принести до 15 января во Дворец детского творчества в кабинет номер 29. Провести день с семьей весело и с пользой для здоровья. В спорткомплексе «Рфятснеф» прошли соревнования «Семейные старты-2019». По традиции их прирощали ко Дню народного единства. На протяжении нескольких часов юные спортсмены вместе со своими родителями проходили различные испытания на скорость, ловкость и доказывали, что их семья самая дружная. Подробности далее. Спортивный зал спорткомплекса «Рфятснеф» переполнен детским смехом. В этом году в традиционных соревнованиях приняли участие 30 семей. Кто-то уже не раз становился победителем семейных стартов, ну а кто-то только дебютирует в подобных спортивных забегах. Но главная цель у всех одна – провести выходные с семьей весело и с пользой. Конечно, не только какие-то умения, спортивные навыки нужны, это желательно, но главное – это действительно сплоченность семьи. То есть нужно все делать вместе, все делать, как говорится, дружно, и тогда все будет получаться. По правилам в каждой команде три человека – мама, папа и ребенок. Семьи соревнуются в двух возрастных группах. Родители с детьми от пяти до семи лет и от восьми до одиннадцати. Александру и Евгении Чесновым пришлось нелегко. Им предстояло каждое испытание проходить по два раза. Потому что с Димой мы уже участвовали, а с Дашей первый раз. Нам понравился этот старт, он интересный, опыт очень такой тяжелый, потому что в двух сразу принимать в возрастных категориях тяжеловато. Но интересно. Соревнования проходили в два тура. Первый – отборочный. Семьи, показавшие здесь лучшее время, выходили в финал. В итоге за победу в стартах боролись по пять команд в каждой возрастной группе. В конце спортивного праздника победители и призеры были награждены дипломами и подарками. Дизайнер, журналист и артист. Эти три профессии заняли в верхней строчке рейтинга в исследовании о самых интересных специальностях. Внизу в списке оказались профессии продавца, курьера и официанта. Какую работу считают увлекательные соровчане, выясняла наша съемочная группа. Где интереснера? Программистом, наверное. А почему программистом? Там интересные новые инновации какие-то. Мне кажется, врачи все-таки самые полезные, но врачи очень мало получают. Айтишники, наверное. Разработчик, конечно. А почему? Потому что я разработчик. Нравится ваша профессия? Да, мне нравится. А в чем она заключается? В чем самая интересная ее часть, самая увлекательная? Ну, то, что ты можешь сделать что-то, воплотить свои идеи в жизнь. Самая интересная профессия для общества, я считаю, юрист. Вот я юрист, считаю, самая интересная профессия, очень важная. Тренер. А вы кем работаете? А что самое интересное в работе тренера? Работа с детьми. Работа в офисе однообразна и вгоняет депрессию. А творчество чаще всего плохо оплачивается. Таким же нужно работать, чтобы зарабатывать много. Как считаете, какая сейчас профессия самая высокооплачиваемая? Где больше всего платят? Возможно, в Белом доме. Предприниматели, наверное, самые оплачиваемые. Депутат. Законодательное собрание. Только не Нижегородской области, а, естественно, Государственная дума. Экономист. Бухгалтер. Одна из самых высокооплачиваемых, я считаю, экономист. Но поскольку в стране экономистов очень много, поэтому туда не пробьешься. И вообще, я считаю, что правильная профессия – это люди должны все-таки производить продукцию, а не поступать, как бы, купи и продай тут же. Естественно, нужно идти в такие институты, которые обеспечат тебе будущее и уже устраиваться на ту работу, во-первых, которая тебе нравится, от которой ты не будешь бежать и каждое утро просыпаться. О, боже, не хочу туда идти, мне это все достало. Каждому свое, как писал Владимир Маяковский, все работы хороши, выбирай на вкус. Главное, чтобы профессия приносила только положительные эмоции и развивала потенциал. Список интересных профессий для вас составляли Дарья Козина и Евгения Шевцова, служба новостей Саров-24. Впереди вас ждет прогноз погоды. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16» в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работал Константин Перевозчиков. Всего вам доброго и хороших новостей. Редактор субтитров А.Семкин